Еврозона 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 Пишите пару хороших слов всей команде Вести ФМ. Знаете, как мотивирует, знаете, как приятно. Доброе утро, весь коллектив. Уважаемая Донбассом радиостанция «Луганск на связи». Добрый вечер, Благовещенц, на Амуре, как всегда, работаю на такси и слушаю. Знаете, вот по поводу такси, мне кажется, уже все. Садишься в машину и, да, действительно, вот раньше шансон слушали, а теперь Вести ФМ. Приятно. Калининград на связи, Новогородская область на связи, Брянск на связи, Еврозона, поселок Соменко, жарят завтрак в виде яичницы. Название года «Мозырь», ударение падает на первый слог. Мы не уча, оказывается, «Мозырь», вот правильно говорить. Привет из Самары, деревня Хрущева, прекрасно, Уфа на связи. Надеждина, Истринский район с нами, Екатеринбург с нами, Баден-Баден с нами, Волгоград чай пьет, радио слушает. Кинель, Реутов, Молдаване на связи, Макеевка с нами, привет из Кулайпеды, привет из Пушкина. Доброе утро, из Франции, прямо с нетерпением ждут. И еще раз из Франции, уже другая географическая точка, МЭЦ, Нью-Йорк на связи. Я уже понял разницу между Нью-Йорком и Нью-Йорком. Тот Нью-Йорк, во-первых, другая временная зона. И вот еще есть понятие латыница и кириллица. Доброе утро. Есть сообщение, что среди участников вторжения в Курсовую область много польских и французских вояк. В Европе есть комментарии на эту тему? Спрашивает нас Ирина Ярославль. Вы знаете, Ирина, читаю беспрерывно аналитику. Я сегодня в телеграм-канале призвал прям, дорогие радиослушатели, соблюдайте информационную гигиену. Не слушайте пропаганду натовских стран. Ночью прям взбесились, честно говорю. Адреналин так зашкаливал, что спать невозможно. Потому что действительно пробуют ударить по больному. Дело не в тоне, который задается там натовскими специалистами по работе с населением, по работе с информацией. Там меня тон задел, знаете, мне там обидно. Да нет, там и фейковые фотографии, и фейковые видео показывают видео там давнешние. Там все перемешано. И такое ощущение, вот если почитать натовских экспертов, то разделяется мнение на две категории. Та атака информационная, которая идет через соцсети, она рассчитана на простого человека, у которого должна быть какая-то эмоция. И там по этой атаке, судя по всему, вот-вот в СУ подойдет уже Курская атомная электростанция, захватит и дальше на Москву, только на Москву и только сдача. То есть там действительно чудовищно что творится. Если смотреть на аналитический взгляд, то я заметил простую тенденцию и вещь. Ну не было такого, чтобы натовцы как-то с нами в унисон играли. Ну нету такого, не бывает. Всегда они, если рассказывают, то ни одного гражданского человека на территории России не погибло. Ни одного гражданского человека на территории Донбасса не погибло. Никогда не было ударов там по базару, по библиотекам. Не было никогда, всегда тишина. Здесь не только просачивается информация, но появился новый термин. И меня очень удивило растиражирование этого термина, потому что я так думаю, что на Западе присматриваются к поведению Украины через призму. А не агония ли у них? А что это за такая авантюра? И вот здесь вот вчера первый раз я это слово прочитал вначале во французской аналитической перейти, потом уже в немецкой. Я смотрю, просто перехватили, стали цитировать. Появилось слово, что украинцев предупреждали. И слово это сафари. Что за ними просто охотятся, шансов у них нет. И вот это слово сафари, оно появилось. Я считаю, что жестко, очень жестко применять сафари. И, ну, давайте так. Я им все равно не верю, но если их аналитики говорят о том, что это авантюра, то там что-то не то. И на этом фоне очень удивительно. Но очередной раз представитель партии ХДС, партия Меркель, напомню, это партия, которая придет к власти на следующих выборах в Германии. Это просто даже не обсуждается, с кем в коалиции обсуждается, но то, что они придут, не обсуждается. И вот у них в Саксонии, именно их представитель является премьер-министром. Он снова там заговорил о переговорах, о мире. И так скажу, опять же, веры ноль. Он четко понимает, что в Саксонии симпатия народа на стороне альтернативы Германии. Он находит повестку, которая в партии не играет никакой роли. В партии на то, что он говорит, не обращает внимания. Зато в Саксонии он ворует лекторат вот такими вещами, которые подворовывает из повестки альтернативы для Германии. То есть это просто, вот, мне надо обращать внимание, что какой-то в Саксонии премьер-министр говорит о том, что вот там войну надо заканчивать, неправильный расход средств. А, что, серьезно? Так иди к себе в партию. У тебя партия ястребинная, там давай рассказывай об этом. Посмотрим, как тебя партия заклюет, поднимут вопрос о том, чтобы тебя исключить. А не надо вот это вот подворовывать повестку. Все это понимают, в Саксонии это все понимают. Ну, вот как есть, так есть. Вот, по поводу Сербии. Давайте коротко по Сербии. У меня должок по Пуч Димону. Расскажу эту всю детективную историю обязательно по поводу Сербии. Значит, у меня были смс, мол, я не рассказал. Дорогие радиуслучаи, это есть. Есть это в архиве. Смотрим.ру, заходим, ищем. Значит, есть этот рассказ. Там просто рассказывать особо нечего. Дело в том, что действительно, давайте, сербский народ, мне кажется, только сербские депутаты в ПАСЕ вставали и громко говорили о лживости европредставителей, евродепутатов, о лживости АБСЕ. Только сербы вставали. Говорили, при том, не либерально настроенные сербы. Не те сербы, которые мечтают в Брюсселе, а как раз радикальные сербы, которых тоже клеймят, как правило, популистами, националистами. И я рассказывал о том, что разговор идет о литии. Европа может закрыть свое количество лития, которое нужно Европе. При этом Европа, это неправильно будет говорить. Европа это кто? Европа Болгария, Греция. Да этот литий не нужен. Литий нужен автопрому европейскому, который прям изнасилованно должен подойти к тому, чтобы перейти из двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели. И, конечно же, самый основной кулак это немецкий автопром. Я понимаю, что есть французский и итальянский, но они не могут сравниться с немецким автопромом. И немецкий автопром, который по закону обязан перейти, то есть запрещено, там, 30-й год, больше двигателей внутреннего сгорания нет. Вопрос, где в Германии добывают те ископаемые, которые нужны для производства машин? Да нету. Это больное место в Германии. То есть инженеры есть, а ископаемых нету. И сербское месторождение, оно закроет весь спрос. Когда говорят европейский, это попытка Шольца спрятаться за европейским, брюссельским лицом. На самом деле это нужно немецкому автопрому. Не больше и не меньше. И демонстранты, вы знаете, вот здесь насчет Вучича. Вот народ Сербии, который выходит на улицы в поддержку Курска, митингует. Это народ Сербии. Народ Сербии, который говорит и называет русских братьями. И знаете, вот русские, вот для них понятия, это разницы нет. Кто из России, у кого российский паспорт, русский. То есть вот это слово россиянин, там просто русский. И историческая память в Белграде есть. Для меня Белград город, который ассоциируется только с одним. Когда я был там после бомбардировки, люди в глаза не смотрели. Я не знаю почему. Ну ты идешь по улице, ты стоишь на остановке, ты заходишь куда-то, люди не смотрят в глаза. Такое ощущение было, что они все на поминках. И для меня это был такой удар очень сильный, эмоциональный. Такое, знаете, ощущение, что вот ты действительно присутствуешь, стоишь на каких-то глобальных поминках. И зная, как работают технологи, зная, как все работает, я могу сказать, Вучич танцует на двух свадьбах. Вот если Орбан четко себя позиционирует как человек, который работает в интересах только в Венгрии, и ему все равно, какие санкции, не санкции, здесь нужно деньги забрать. Да он голосует за санкции против России и Орбан. Но каждый раз вот вы торговываете что-то для Венгрии, но не для своей партии. Но не для себя, вот там часто его обвиняют, что он для себя что-то политический бонус делает. Я не припомню, чтобы вот Орбан это делал. Вучич направляет Сербию в Евросоюз, и понимая, как народ реагирует, если это сделать резки, все-таки там нет цели войти в БРИКС, я не слышал этого в Сербии. Я слышал, и Сербия, давайте так, она окружена просто НАТО, так можно сказать. И ситуация там непростая с Косово. И политический баланс, если попасть в изоляцию, и не дружить с теми, кто тебя окружает, соседями, не надеяться на финансирование из Брюсселя. Может ли Россия и Китай предложить Сербии какой-то вариант, что вот им Европа не нужна. То есть общая граница будет, закрытая Шенгеном, и такой как бы анклав российско-китайского присутствия. Нет, конечно, просто невозможно. И в этом отношении Вучич иногда пробует проскочить между каплями дождя. Делает он это, я бы так сказал, все время пробуя политически выдать себя за эдакого мудреца. Ну, мол, перспектива, Брюссель, все равно все будем вместе, с Россией дружить нужно. Как это выглядит на деле? И будет ли, вот давайте такой честный вопрос, спекульнем просто сейчас. Будет ли в Сербии, если вот Сербия в Евросоюзе, голосовать за санкции против России? Да это условие Брюсселя, вы понимаете? Это нежелание Вучича, там четко стоит, что ты вот будешь откажется от России, будешь голосовать за санкции. Тогда мы посмотрим на маршрутную карту, вполне возможно, заберем какие-нибудь там пороги, какие-нибудь вот эти шипы, чтобы машина не проехала. Войдешь ты в Евросоюзе или нет? Это предусловие. У Вучича не спрашивают. И вместо Вучича будет другой, у него тоже не будут спрашивать. Только если послушать, что там Боррель нанес по поводу Сербии, то там четко там диктатура. Или ты так, или досвидос. Все. Поэтому вот демократически там сказать, ребята, давайте в Сербии проведем референдум. В случае вступления в Евросоюз, я еще раз, я спекулирую сейчас, да. В случае вступления в Евросоюз, поддерживать ли европейские санкции против России? Да большинство народа гарантированно скажет нет. Но покажите мне, где с этим считаются. Вот пример опять же Венгрии постоянный. Да ты что, это сразу кремлевский нарратив. Поэтому надо аккуратно, чтобы не было уличных протестов, зайти на поляну присоединения к Евросоюзу. Сделать так, чтобы Евросоюз не выпендривался, не говорил о том, что мы ставим вам условия. То есть не то, что мы прогнулись, а мы аккуратно, мы с уважением друг к другу. Да какое уважение? Там открытым текстом все идет. Хотите Евросоюз? Станьте антироссией. Все, четко. Нет, ну значит будем вас держать на пороге. Можете сколько угодно стоять, нюхать нашу кухню, нюхать наш бруссельский котел, с которым мы даем подачки. Там спросите, как хорошо живут поляки, как плохо живут венгры, как замечательно. Румына мы даем коррупционной стране, просто коррупционной стране. Болгария коррупционная с выборами, которые манипулируются, черт что там творится. Все равно Брюссель рулит и говорит четко, какое нужно политическое кредо, когда будут голосовать. И вот здесь вот Вучич стремительно, если пойдет против России, скажет, все, мы вот легли, давайте. И как Туск в Польше ведет специфическую работу со СМИ, когда увольняют всех редакторов в течение трое суток. Из предыдущего, скажем так, сезона все верны были группировки Кочинского. Всех уволили. Там плевать на контракт и выплатили кому-то, кто-то через суд пробовал восстановиться. Заменили главредов практически у всех топ-10 СМИ. Вучич в этом отношении понимает, что улица сметет. Потому что есть недовольство Вучичем в различных местах. И вот вчера Юрий говорит, а вот наши-то предупредили, что там будет готовиться Майдан. Да, предупредили. Это Вучич говорит, я его процитировал. Вот, ну, Юрий у нас тоже осведомлен. И в этом отношении, вот я читаю то, что пишут сербы, что элементы, которые присутствовали, похожи там на оранжевую революцию. Так, стоп, 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 стоп. Я первый раз с этим столкнулся при описании, двухстороннее описание событий в Белоруссии. И вдруг появляется третье мнение. А что, если Вучич отворачивается от России, и там оранжевая революция, которая совсем не так, как пробуют преподнести. Вот просто на заметку. Или там экологи, которые вроде бы сейчас бунтуют. У меня полное отвращение к этим экологам. Полное. Вот по всему Евросоюзу. Начиная с момента, когда они подбегали к женщинам и краской шубы, естественные, из баллончика забрызгивали. Это экологи так боролись. На самом деле, потом выяснилось, повестка была очень простая. Очень простая. Все лишь навсего дорого. Нужно продавать там из нефтепродуктов определенные бренды. И заказ как раз был брендовый. Мол, вы не ходите в мехах, вы ходите вот в искусственных мехах. Потому что вот здесь вот забрызгивать. Хотя плевать этим экологам, как эта ткань создается искусственная. Ну ладно, это мелочь. Экологи в России. Да каждый раз эколог в России, это вообще вот однозначно. Канцел Америка, ЦРУ, там МИ-5 будет присутствовать. Вы действительно боретесь за экологию? Ну тогда вперед, начинайте это правильно делать. Что же вы уподобляетесь каким-то там гринписовцам? Гринписовцы вообще это анархисты какие-то. Ну вот в данном случае могу я разделить семена от плевел и рассказать про экологов, которые пробуют забацать оранжевую революцию? Не, а не могу. Не могу. Потому что для меня эти протесты, я изначально о них рассказывал. Когда Шольц подписывал. Вроде как Европа подписывает. Вроде как там британская австралийская фирма. Объясните мне, пожалуйста. Британская австралийская фирма подписывает Сербии контракт на раздобычку лития. Лития, а присутствует Шольц. Ну вы понимаете, что не надо мне эту лапшу политическую вешать на уши. И Шольцу очень нужен Литий, чтобы успокоить у него свой автопром. Получать там полтора процента от профсоюза, который в автопроме классически голосовал. То за Шрёдера, то сейчас за Шольца. Они не будут за него голосовать больше. Это полтора процента только в Саксонии. Если мы возьмем еще что-нибудь, то это будет в Нижней Саксонии. Нет, еще полтора. Так по Германии до 4-6 процентов. Это решающий, может быть, фактор на выборах. И вот это постоянный обман. Это не экологи. Там фермеры выходят на забастовки. Экологи могут присутствовать и перевернуть внутреннее желание, внутренний протест, сопротивление фермеров, людей, которые там живут, которые говорят о том, что добыча лития всегда связана с определенным производством. Там кислотой промывают руды. И эта кислота уйдет в грунтовые воды. И они говорят, что они не верят, что это будет чисто добываться. И вообще они против, потому что их образ жизни изменится. Потому что они там веками жили, а теперь их хотят переселить. Я знаю, как это произойдет. До 28-го года зачинщиков либо купят, либо переселят, либо закроют как-нибудь. И мрты. Это происходило везде. И когда мне говорят экологи, нет, не совсем экологи. Экологи очень хитро хотят просочиться и возглавить некоторые вещи. И там начинается блокировка железнодорожных. Вы знаете, вот очень коротко сейчас из Сербии во Францию. Там произошла оценка урожая винограда и пшеницы. В общем, самый худший урожай за последние 40 лет во Франции. И зная французов, вот сейчас Олимпиада закончится, сейчас начнется. Вот сейчас начнется. Фермеры-французы будут разговаривать с Макроном конкретно о денежных делах. И вопрос, который будет подниматься, какого лешего отдаешь деньги в Брюссель, когда деньги нужны здесь. Вначале здесь погаси все, что нужно. Сделай здесь правильные инвестиции, субсидии, поддержка сельского хозяйства. Фермер потом отдавай в Брюссель. Вот такой разговор будет. В Сербии тоже осенью ожидаются протесты. И там условия стоят. Если не будет закона, запрещающего разработку в заповедных местах вот этих месторождений, то они готовы протестовать, блокировать железнодорожные пути, блокировать основные автомагистрали. И я не вижу там экологической повестки. Я вижу немного другое. Это действительно фермеры, которые объединяются. И это будет немного по-другому. С теми, кто просто недоволен в Учичем. А в Учичем недовольны. Либерасты, я это сказал, да. Это сербские такие говнюки, настоящие, мерзкие. Я их видел в ПАСЕ очень. Я их видел в Европарламенте. Это такая брюссельская модель. Это что-то типа российского эхо Москвы, там 10 лет назад. Абсолютные, моральные, беспринципные, беспозвоночные, которые будут рассказывать, что Питер надо было, Ленинград надо было фашистам отдать. То есть это люди, которые полностью в брюссельской облизывающей повестке. И это тоже враги Вучича. Значит, к ним добавляем экологов, которых контролирует какая-нибудь спецслужбочка, как всегда. Они всегда на финансировании. И реальные протесты крестьян, которые не имеют ни технологии, ни логистики, ничего. И тогда ты смотришь и думаешь, так, вот эти проиграют, вот эти возглавят. И тогда ты видишь вот эту оранжевую революцию. Виноват Львучич сам? Нужна Львучичу сближение с Европой, я так скажу. Шольц не может решить за Европу ничего. И не может Сербия быстрее вступить в Евросоюз, отдав, как было официально сказано, будет сближение с Евросоюзом. Да не будет сближение с Евросоюзом. Это один-единственный концерн, который даже лоббистов не имеет. И немецкий автопром не решит вопрос Сербии. И четкие условия, нужно учиться у Орбана, как делать. Вы хотите, значит так, нам деньги на, как там у вас называется, демократия. И после этого мы попробуем как-то переосмыслить наши литиевые месторождения. Опять же, экологически чисто. А вы нам гарантии насчет вступления в Евросоюз. Водчич, к сожалению, этого не сделал. У нас новости. Уходим, потом вернемся и поговорим про Пучдимона. Да, успею напомнить, телефоны прямого эфира 5533. Вначале не забывайте слово Вести. Пишите нам, как всегда, на номер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три. Используйте мессенджер WhatsApp. Подписывайтесь на телеграм-канал Владимир Сергенко. Оставляйте комментарии. Там Владимир их читает в течение эфира. И некоторые зачитывают прямо в программе. Продолжим буквально через несколько минут после рекламы и выпуска новостей. Еврозона Вести СТФМ Первые о главном Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова